Бурый медведь встречается в таежных лесах, горах и хвойниках, изобилующих буреломом. В постоянных местах обитания может селиться многочисленная популяция. В самый разгар зимы у самки рождаются бурые медвежата. Как происходит их развитие и взросление? Что происходит после того, как на свет появляется маленький бурый медвежонок? Стоит отметить, что мама-медведица не имеет постоянной пары. В брачный период, который начинается в конце весны, на роль супруга претендуют сразу несколько самцов. В этот период они крайне агрессивны, ожесточенно соперничают друг с другом, драки нередко заканчиваются смертельным исходом для одного из соперников. Победитель образует пару с самкой, но союз длится не более месяца. Потом медведица остается одна, а зимой, обычно в январе, на свет появляются бурые медвежата. Чаще всего их двое, и они совсем крошечные. Вес одного медвежонка редко превышает 500 граммов. В первые два месяца бурые медвежата не покидают берлоги, оставаясь все время под боком матери. Именно в этот период семейство наиболее уязвимо. Поскольку бурые медведи не относятся к охраняемым редким видам, за исключением некоторых, то на них открыт охотничий сезон. Берлоги с медвежатами часто становятся желанным объектом для охотников. В местах, где обитает значительная популяция медведей, очень заметны медвежьи тропы, по которым находят этих животных. Новорожденный бурый медвежонок рождается с редким шерстяным покровом, с прикрытыми ушами и глазами. Через две недели полностью формируются ушные отверстия и открываются глаза. Первый выход из берлоги происходит в три месяца. К этому моменту бурые медвежата достигают размеров средней собаки и весят от трех до шести килограммов. Все это время они питаются исключительно молоком, но с началом лета появляется новая пища – растительная. Подражая матери, детеныши начинают пробовать новые для себя лакомства – коренья, ягоды, орехи, дикий овес, червей и прочих насекомых. В течение первого года жизни зверята не отходят от мамы, они продолжают с ней жить, проводя вместе еще одну зиму. К возрасту трех-четырех лет особи считаются половозрелыми и начинают вести самостоятельную жизнь. Но полного взросления они достигают в 8-10 лет. Повзрослевший бурый медведь – крупный лесной зверь весом до 300-400 килограммов. Однако известен один вид, называемый кадьяки, и обитающий на Аляске, в котором встречаются самцы весом до 750 килограммов. Акрас чаще всего бурый, но может варьироваться от соломенно-желтого до темного, почти черного. Мех очень плотный, густой и длинный. Причем у обитателей северных широт шерсть длиннее, чем у южных жителей. Хвост короткий, скрытый под мехом. Длинные черные когти достигают 10 сантиметров в длину. Став самостоятельным взрослым животным, бурый мишка начинает искать себе обособленную территорию. Причем у самцов их личная площадь больше, чем у самок в 7-10 раз. Несмотря на свой грозный вид, эти животные питаются растительной пищей и беспозвоночными, нагуливая в течение лета подкожный жир. Но если медведь набрал недостаточно веса, то может проснуться в середине зимы и отправиться на охоту. Они крайне агрессивны, нападают на каждого, кто встретится им на пути и представляют серьезную угрозу для человека. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и посмотрите два предыдущих выпуска.